Всем привет, дорогие друзья! Снова рад вас видеть на своем канале. Продолжаем тестировать API, работать с постманом. В предыдущих уроках мы с вами поработали с дамми API, и сегодня мы будем продолжать. Немного усложним наши тесты и посмотрим, как сделать наше тестирование более качественным. Мы с вами рассмотрим, как можно написать тест на валидацию JSON-схемы респонса от сервера. Как обычно, попрошу не забыть подписаться на мой канал. Также я завел телеграм-канал. Это в благодарный за мой труд. Ну что, поехали! Урок посвящается тестированию JSON-схемы респонса в инструменте постман. Урок подойдет, в принципе, так тем, кто уже работал и проходил мои уроки по постману, так, в принципе, и тем, кто не смотрел мои предыдущие уроки. С той лишь разницей, что те, кто сохранили коллекцию с предыдущих уроков, они смогут, в принципе, переиспользовать данную коллекцию, потому что мы будем работать с запросом номер 4, create user. Продолжим с ним работать. Вот, откроем его, посмотрим, как он выглядит. Но для тех, кто с нами не работал, не проходил предыдущие уроки по постману, я пошарю с вами к URL, код-сниппет, и вы сможете этот QR-л самостоятельно импортировать себе в постман. Делается это вот так. Вы также сможете поработать с этим запросом на создание юзера, потому что писать тест мы будем непосредственно в нем. Единственное, что я хотел сказать, что вам нужно будет поменять в этом запросе с header.id.app.id, потому что он уникальный. Делается это достаточно просто. Заходим в браузер, заходим на сайт Demi API, обновляем его и логинимся. Логинимся с помощью Google или GitHub. После того, как мы залогинились, нужно сгенерировать ID. После того, как мы его сгенерировали, копируем. Идем в наш постман, заходим в нашу коллекцию. И вот здесь, где у нас kappid, мы вставляем вот это свеженькое значение, сохраняем его и работаем уже непосредственно с ним. Вот после импорта с вашим таким уникальным значением app.id у вас также все будет работать. Ну и в целом, для чего тестирование валидации JSON-схемы ответа от сервера в постман мы будем делать? Тестирование валидации JSON-схемы ответа от сервера в постман имеет несколько целей. В первую очередь, это обеспечение соответствия формата данных. Что я имею в виду? Мы проверяем ответ от сервера, соответствует ли ожидаемый формат ответа JSON-схемы тому, который у нас предоставлен в документации, либо от разработчика. Это позволяет избежать ошибок в структуре данных, которые могут возникнуть, к примеру, из-за изменений в API. Также JSON-схемы могут служить документацией для ожидаемого формата данных. Тестирование валидации с использованием этих схем помогает удостовериться, что документация у нас актуальна на проекте и соответствует реальным ответам от сервера. К примеру, Swagger, популярная штука, вот как раз она отвечает за данную цель проверки того, что наши схемы являются актуальными и то, что документация у нас up-to-date. Таким образом, тестирование валидации JSON-схемы в Postman является важным шагом для обеспечения правильной работы API, поддержания стабильности и предотвращения возможных проблем. Итак, начинаем мы с того, что мы должны проанализировать наш пост-запрос. Давайте его отправим. Отлично, мы его отправили, получили респонс от сервера. Видим, что попадали какие-то наши прошлые тесты. Чтобы они нас тут не смущали, давайте их удалим. Единственное, что давайте оставим один тест на проверку статус-кода, потому что он нам понадобится. Остальное мы удаляем и идем в нашу Demi API в раздел документации. В разделе документации мы заходим в вкладку Models. Давайте ее немного пролистаем. Нас интересует вот данная схема UserFool. UserFool это то, что по нашей документации является схемой того, какие поля необходимо засетать в нашей базе данных, чтобы наш юзер пророс в нашей системе. Точнее, не какие необходимы, а какие могут быть. Какие необходимы, это мы еще поговорим. И мы видим, что этих полей тут 11 штук. И каждая из этих полей имеет какую-то небольшую дополнительную информацию о том, что оно содержит, каким образом оно выглядит, на что оно у нас будет валидироваться. И пример того, как это может выглядеть, эта валидация. Ну вот, к примеру, title у нас может содержать стрингу и может выглядеть вот таким вот образом. К примеру, picture у нас это тоже стринга и выглядит она в формате URL. Давайте это проверим, убедимся на своем опыте, так сказать. Возвращаемся в Postman. И попробуем в поле title поменять наше значение на какое-либо другое. Посмотрим, как отработает наш запрос после этого. Идем во вкладку body. У нас вот есть тут title. Если у вас его нет, можете дописать его вручную. Title. И тут стоит мистер. Давайте попробуем title Александр. Это значит, что title у нас неожидаемый. Он у нас идет не по документации. Посмотрим, сможет ли отработать запрос. Запрос у нас не отработал. У нас bad request. Это значит, что наш первый тест на статус-код у нас отрабатывает. Это хорошо. Давайте вернем title обратно, допустим, на миссис. Проверим еще раз. Статус-код 200. Наш запрос на сервер отработал. Мы получили response. Мы получили созданного юзера в нашей базе данных. Это хорошо. Двигаемся дальше. Возвращаемся в наш браузер. Данную схему мы рассмотрели. Это наша ожидаемая схема, которой мы будем пользоваться при создании нашего теста. Давайте посмотрим, какую еще дополнительную информацию оставил нам разработчик по нашим запросам, от которых мы можем отталкиваться при создании теста. Смотрим. Create user. И тут мы находим крайне важную информацию для нас. Разработчик оставил следующую пометку о том, что body response после создания юзера, post user create, наш запрос. Body будет содержать обязательные поля. И это три обязательных поля. Вот он тут пишет first name, last name, email. Они у нас обязательны. Это значит, что без данных полей в нашем реквесте мы не сможем получить нашего юзера. Мы не сможем засетать нашего юзера в нашей базе данных. И это значит, что юзер у нас попросту не прорастет в нашей системе. Это важная информация. Давайте ее запомним. First name, last name, email у нас обязательны. Ну и то, что мы посмотрели в схеме models. Вот эта вот вся наша схема, она нам тоже понадобится. Окей. Далее возвращаемся в postman. Чтобы нам написать тест, нам необходимо немножечко поработать с документацией постмана. Это я сделал уже за вас. Поэтому мою заготовку вы сможете также переиспользовать у себя. Она практически универсальная. Вы можете ее как-то кастомизировать под свои требования, под свои необходимые реквесты. Возможно, использовать даже у себя где-то на проекте. Она достаточно универсальная. Она достаточно простая. Поэтому сейчас я ее буду писать. Также я ее пошарю в description к видео, чтобы вы могли скопировать. Ну а после того, как я напишу, мы уже немножко ее рассмотрим с вами более подробно. Пока. 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 Итак, мой тест написан. Я надеюсь, я не допустил нигде ошибок, но дальше мы удостоверимся в этом. Это наша заготовка. Сюда мы должны вставить саму схему, которую мы с вами будем валидировать в нашем вот этом тесте. Эта заготовка у меня уже готова в блокноте. Я ее просто скопирую и вставлю. Также это будет в description к видео для упрощения нашей работы, чтобы вы не тратили на это время. Хотя, конечно, потренироваться тоже полезно. Надо пописать это вручную, привыкнуть к синтаксису, привыкнуть к скобкам, запятым и так далее. Поэтому это также будет полезно. Если хотите, можете вручную потренироваться. Ну, а для самых ленивых просто скопипастите и идем дальше. Смотрите, давайте разбирать, что мы тут понаписывали. Данный тест достаточно простой. Я не знаю никаких языков программирования. Единственное, что я немножко знаю основы Java, но совсем немного. И то они мне здесь никак не помогли. Данный тест, он достаточно прост. И что я могу сказать по нему? То, что у нас есть схема, которую мы с вами взяли из того, что у нас было заложено нашим разработчикам в нашей документации. То есть мы взяли эту схему, впилили, можно сказать, сюда в проперти. И теперь наш тест будет делать нам проверку этой схемы у нас в нашем тесте. И если мы получим от сервера какие-то другие данные, то наш тест теоретически должен упасть и сказать, что валидация пройдена или не пройдена. Вот это ТВ4, это библиотека постмановская. Используя ее происходит вот эта валидация. Что можно еще обозначить тут важного? Есть поле required. Помните, мы, обращаясь к нашей документации, заметили то, что в нашей юзердате у нас было помечено first name, last name и email, как обязательные поля. Вот это как раз здесь и будет валидироваться. Сейчас мы валидируем то, что у нас есть айдишник и он у нас обязательный. То есть по-хорошему мы здесь должны прописать именно то, что у нас написано в документации. Прямо вот взять, скопировать можно вот так вот. Прямо вот так вот сюда закинуть. Вставить кавычки, чтобы наш постман не ругался. Окей. И айдишник у нас в документации не указан, поэтому давайте его удалим. Так, красных ошибок у нас нигде нет, значит все должно быть хорошо. Итак, мы проверяем на валидацию поля, которые могут у нас прийти от сервера. Заметьте, подчеркиваю, могут прийти от сервера, а могут и не прийти. И обязательные поля. А вот это уже то, что обязательно мы ожидаем в данном тесте в ответе от сервера. Если вот этих моментов у нас не будет, то наш тест должен, по идее, фейлиться. Окей. Тест написан. Давайте пробовать. Запускаем. Send. Итак, мы получили ответ от сервера, где у нас засетался, пророс наш юзер в нашей системе. Мы также видим тест Result 2 из 2, зеленая. Это хороший знак. Давайте посмотрим внимательнее. Status code 200, response матчится с JSON-схемой. Это значит то, что наша JSON-схема отработала as expected, как ожидается. И то, что никаких ошибок у нас в нашей JSON-схеме выявлено не было. Окей. Как мы можем проверить, что наша схема действительно работает? Давайте попробуем сделать какой-то негативный тест. И, к примеру, добавить в required поля что-то дополнительное. К примеру, у нас будет дополнительное required поле, которое у нас не приходит в нашем респонсе. Может такое быть? Да легко может быть. Давайте засетаем дополнительное поле. Это будет у нас какая-нибудь, не знаю. Давайте посмотрим еще раз документацию. Гендер у нас приходит. Гендер. А гендер у нас, кажется, и не приходит. Отлично. Давайте заполним гендер. И давайте попробуем еще раз запустить наш тест. Теперь уже по ожиданиям будет то, что наш тест на JSON-схему провалится. Почему он провалится? Да потому что у нас попросту не приходит гендер. В нашем ответе от сервера наш юзер у нас без гендера, если можно так сказать. Поэтому мы ожидаем, что наш тест сфейлится и не пройдет валидацию. Отправляем. Итак, мы видим, что юзер у нас пророс. Но тест действительно один из двух проваленный. Давайте посмотрим, какой. Видим, что второй тест у нас провален. Респонс не матчится JSON-схемой. И это значит, что наша схема уже отработала неверно. И вот в этом моменте, если наш тест был написан по, ровно по нашей документации, к примеру, да, то это будет багом. Это будет багом. И мы уже будем более тщательно смотреть, что же у нас не так в нашей схеме. Что же, в чем же заключается у нас ошибка. Ну, а давайте еще попробуем вот такую штуку сделать. И добавить данный гендер у нас в баде. В баде реквеста. Давайте. Гендер пропишем сюда. Каким у нас может быть гендер? Гендер у нас может быть male, female, other. Ну, давайте, допустим, засетаем other. Засетали. Теперь у нас по нашим ожиданиям будет то, что наш гендер прорастет для нашего нового пользователя. Он будет уже с гендером other. И то, что наш тест на валидацию нашей JSON-схемы, он также паснется и пройдет без всяких проблем. И статус-код также пройдет и будет 200. Отправляем. Смотрим. Смотрим внимательно. Наш тест result не паснулся. Почему? Потому что у нас что-то пошло не так. И я уже вижу сходу, что пошло не так. Я допустил элементарную ошибку слова gender. Я неправильно его написал. Давайте еще раз отправим реквест. И действительно, респонс матчится с JSON-схемой. Гендер у нас для нашего пользователя пророс. И оно у нас является обязательным полем. То есть, если мы, к примеру, сейчас его меним, уберем галочку, да, а оно у нас есть обязательным, отправим, то наша JSON-схема, тест на JSON-схему, на проверку JSON-схемы уже сфейлится. Что я хотел этим показать, ребята? Прежде всего, это то, что... Это суперпростой формат того, как можно валидировать JSON-схему. Естественно, есть очень много вариантов, как мы можем это все кастомизировать, как мы можем усложнить, улучшить наши тесты, улучшить качество этих тестов. Не всегда тестировщик может сделать это сам. Иногда может обратиться к разработчику, и в таком случае разработчик может помочь. Однако и сам тестировщик, пользуясь документацией, пользуясь Google, пользуясь нейросетями и так далее, может также создавать подобные тесты и отлично использовать их в своей работе. Даже мануальный тестировщик, не автоматизатор, мануальный тестировщик. Достаточно полезная схема, на которой вы сможете словить баги. Ну, на моей практике я ловил баги на таких JSON-схемах. И я вам скажу так, что это были критичные баги. Поэтому, ну, это классно. Нужно использовать такие подходы в своей работе, если они приносят вам какую-то value, какую-то ценность. Итак, друзья, что я хотел еще вам показать под конец нашего урока. То, что существуют разные тулзовины, которые помогают нам генерировать вот эти вот properties с нашей схемой, да, чтобы не писать это все вручную. Для этого мы заходим в баги нашего реквеста, копируем вот этот баги, идем в наш браузер. И вот, к примеру, онлайн JSON-схема валидатор, да. Мы вставляем просто вот этот баги и нажимаем Generate Schema. И после этого мы видим, что у нас предоставлена схема тут в развернутом виде, которую мы также можем использовать в наших тестах. Также интересно, что вот есть галочки для обязательных полей, для примеров. Вы можете поиграться самостоятельно с этим, попробовать и написать какой-то уже свой тест для какого-либо из запросов нашей коллекции, к примеру, да, если тренируетесь, либо попробовать на своем проекте что-то написать, как-то кастомизировать. В общем, использовать это как-то для своих целей, для своих нужд. Ну, а также я напоминаю, ребята, что прежде всего, мотивацией для создания контента для вас о мобильном тестировании и не только, является ваша поддержка, ваши лайки. Буду очень признателен вам, если вы подпишетесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Вот буквально я его недавно завел, всего 30 подписчиков, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Это будет благодарность за то, что я делюсь с вами информацией. Все меньше и меньше блогеров, как мне кажется, предоставляют такую вот информацию. Все чаще это какие-то платные курсы, поэтому буду признателен. Ну, и всем спасибо. До новых встреч. Пока.